Во-первых, мысли, кто лезет в голову, они будут всегда лезть, а точнее сказать, я бы сказал по-другому, всегда дьявол будет кидать нам какие-то глупости, порочные, греховные, пустое, суетное, всегда, это его метод. Я бы сказал, как к этому относиться? Не принимать. Вот святые отцы нас учат. Их путь, они говорят, как? Это или богомыслие, или молитва. Внутренне быть с Богом всегда. Или думать о Божьем, или молиться Господу. Когда так, то пустое и греховное сразу четко чувствуется, что извне идет. Очень ощущается, что это не мое. И поэтому как? Сразу не думай на эту тему, на эту тему этой мысли. Опять молитва и богомыслие. Человек не может не думать. Мы когда спим, мозг работает в виде сна. Сна мы, думы наши продолжаются. Поэтому не думать не можем. Поэтому просто, чтобы в думах не появлялся, закиданный дьяволом, это не в наших силах. Мы не можем восприняться. А вот заполнить это место, мысль наш, ум наш, добрым, молитва, богомыслие, это можно. Тогда не будет места для плохого. Если будет появляться, его легко будет отбрасывать, не обращая внимания. Есть мудрая фраза, она очень сложная, большая наука. Но, в сути, не обращать внимания на это. Спасибо, Господи, Батюш. Для этого учиться быть в молитве и богомыслие. Богомыслие, я прошу прощения, перебил, это думать о Божьем. Это о Божьем думать. А поводов для думы о Божьем во всем всегда. Вот она растет. Вот она знает Господа. Двенадцать лет. Господи, слава Тебе, кто меня научил за этих людей поблагодарить, Господа, этих людей? Я ведь ему любовь. Родители, близкие, кто? Хорошо. А вот сегодняшний день, вот мы смотрим, было морозно, она здесь, в Болгарии, но настолько солнечно. Какая красота во всем. Так и душа и просьба Создателя благодать за эту красоту. Ну вот, опять, это ведь не я создал красоту этого мира. Она и для меня была. Все, десница Господня создала, его благодарить. Какие другие вещи? Например, сегодня овечка выгоняю на лужайку, да? А они так это, ну, им хорошо на солнышко, на травку туда прыгают, а уже прохладно стало. Хозяину жмутся. Думаю, Господи, вот так и мы. Мечемся везде, а все равно к Богу жмемся. Без Него никуда. Он наш пастырь. Вот мысли, мысли направлять на Божье всегда. Тогда пустое легко будет чувствовать чужим, легко откидываться будет. Продолжение следует...